Всем привет дорогие друзья, с вами как всегда Фил, и сегодня я покажу вам один небольшой баг, который скоро будет по фикшен, расскажу о турнире, который будут проводить сами разработчики уже этим летом, и посмотрим что же ждет нас в мобильном пабге. Погнали! А при пополнении от 1000 рублей, вы получите плюс 70% к балансу. А начать я хочу конечно же с поздравлений команды Na'Vi, которая заняла первое место на турнире JLL, являясь единственной командой, представляющей СНГ в этом чемпионате. Ребята просто красавцы, очень за них рады, надеюсь что скоро они порадуют нас своей игрой на новых турнирах. Тем более, второй сезон этого же JLL ожидается уже в следующем месяце, причем с удвоенным призовым фондом. Но самый главный турнир этого года, я думаю будет тот, что сегодня анонсировали сами разработчики, это PUBG Global Invitational 2018. Пройдет он в Берлине с 25 по 29 июля, в нем примут участие 20 профессиональных команд, и его призовой фонд составит целых 2 миллиона долларов. Турнира масштабнее по дисциплине PUBG еще никогда не было. Уже известно, что турнир будет разделен на 2 дисциплины, это режимы от первого и третьего лица, то есть по факту в турнире будет 2 победителя. Попасть на турнир можно будет пройдя отборочные испытания, проводиться они будут как обычно в онлайне по регионам Северная Америка, Европа и Азия. Более подробные даты проведения отборочных игр пока неизвестны, но я думаю это будет гораздо ближе к турниру. Что самое приятное для нас обычных игроков, это то, что разработчики пообещали наладить и запатентовать новую технологию наблюдений за игроками во время игры, которая будет как-то работать через их сервера. Делается это конечно в первую очередь для наблюдения за турнирами, но если все будет прекрасно работать, то нас тоже не обделят хорошим режимом наблюдения в паблике, а то смотреть на то, как все зажимают без отдачи, да еще и не в центр прицела не очень приятно. Еще один баг, который хотят пофиксить разработчики, это ошибки на карте во время полета стартового самолета. Как вы знаете, сейчас весь его путь показывается специальным обозначением на карте. Игроки высказали свое недовольство и комьюнити менеджер пообещал, что все исправят, и сам самолет сделают меньше, чтобы он не так сильно закрывал обзор местности. И теперь новости касаемо PUBG Mobile. Буквально вчера разработчики представили новый трейлер к аркадному режиму, который очень напоминает режим ивентов на ПК, так что теперь можно развлекаться по-разному и на мобилках. Но самое крутое, это появление тренировочного режима. Как вы видите из трейлера, в нем можно будет выбрать любое оружие, снаряжение, моды и поучиться стрелять по мишеням. И лично мне хочется иметь такой режим на ПК, но это конечно только мечты, как мы помним, разработчики были против его создания, потому что батлграунд это жесткая игра про выживание и никакой подготовки тут быть не должно. А на сегодня это все, всем спасибо за просмотр, не поленитесь нажать под видео лайк, подписаться на канал если еще не подписаны, всем желаю большой удачи, пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok